Знаю, как я выгляжу? Ну, как-то так. Я с хвостиком, потому что, чтобы волосы не мешали на улице. Ку-ку. Всё, я сейчас отдохну и будем гулять дальше. Если кто-то не понял видео о Париж, вы вот давно-давно просили все, и мне даже было очень неудобно, что я всё никак не сниму. Снимаю всё, что угодно, только не Париж. И я решила, что логика моей может быть только мой опыт жизни, с чем связано какое место. Я жила здесь всю жизнь, и вот со мной на этом пятачке произошло то-то, на другом пятачке произошло другое. То есть родной город – это вот это, это наша жизнь, которая связана с каждым камнем. И я могу только с этой точки зрения показывать Париж, что вот здесь я жила, здесь я училась, а здесь я болела, а здесь я познакомилась с каким-то мужем. Ещё что-то произошло. Там лекция об истории архитектуры Парижа и так далее. Это пусть моя подругалочка делает, это её профессия. Она знает каждую дату, каждую фамилию, каждое имя и так далее. То есть факты истории города – это её профессия. Вот. Так что, если вам интересно, буду продолжать в таком душе сейчас дальше. Короче, сегодня мой день рождения. Я решила, погода лучше некуда. Солнышко где-то там наверху, потому что это центр Помпидо у нас такой. Похож, как французы шутят, похоже на нефтяной завод. Вот. Ну, я тут… Вы меня всё время просите снимать Париж. Я подумала, что действительно как-то странно. Я снимаю всё, что угодно, только не Париж. Я решила пройтись немножко по местам боевой славы, потому что город, он становится родным тогда, когда каждый камень что-то напоминает и с каждым пятачком что-то связано. Вот. У меня связано, например, вот с этим местом, этой башней, вот этим центром Помпидо. Я здесь училась. Это первая моя вот новая технология. Я училась одновременно в трёх вузах. Это отдельная история. Но вот основное, то, что меня больше всего интересовало, находилось здесь. Ну, как всегда, не вовремя. Кто-то заглушает мои слова. Местный КСП, короче. Клуб самодельной песни. У города Парижа есть одна сволочная особенность. Потом расскажу. Лапчик снимаем. Короче, вот этот вот фонтан, который сделала жена того мультимиллиардера швейцарского Пауля Захера, который финансировал вот эту вот мою альма-матерс частично. Она, собственно, так сейчас и осталась. И Тверкамп, просто с того момента, как Пьер Буллес перестал быть директором, тут слегка зачахнул. Вот. И очень интересно, как вся вот эта модерновая архитектура, старинная церковь, фонтан. Вот эта вот смесь эпох, она как-то в Париже всегда очень гармонично сосуществует. Ну вот. Короче. Зайду сейчас туда вовнутрь, возьму программку мероприятий. Давно я тут не была, тут концепты бывают интересные. Вот. Продолжаю снимать мой Париж. Вот как я его воспринимаю, да? Вот солнце, оно где-то там. Там вы видите Нотр-Дам, но это мы придем. И сейчас вот я приведу вас в квартал, в который, по-моему, вас не водят экскурсоводы. Это самый старинный парижский квартал, называется Маре. И интересен он. Ну, во-первых, там самые старинные остались улочки и здания, самые старые в Париже, до которых не добрался осман. А еще что-то прикольно, что здесь существуют две, как это сказать, два сообщества социального. С одной стороны, хасиды, то есть это правоверные евреи, ортодоксы, которые носят пейсы, шляпы и прочие отличительные признаки. Кучкуются они вокруг синагоги. Вот. Мы сейчас в этот еврейский квартал идем, потому что, когда я была студенткой, и я хотела есть, а сейчас я очень хочу есть, я туда шла, потому что там самые лучшие в Париже фалафели и всякие маковые и прочие пироги. Вообще во Франции пироги не пекут, а тут, значит, вот восточно-еврейская традиция, ну, в смысле, восточной Европы. Вот тут такие улочки начинаются старинные. Здесь находятся китайские грасисты, которые продают сумочки там и прочее. то, что делается китайцами прямо здесь, а потом за углом продается в 10 раз дороже. Вот. Мы продолжаем идти дальше. Очень здесь красивые всякие витрины. Да, так вот. А второе сообщество – это гомосексуалы. Здесь их квартал. Они здесь отличаются. У них тут бары, кафе, кусовки. Вообще у них тут их территория. Вот. Обнимаются на улицах, ходят в обнимку. Девочки с девочками, мальчики с мальчиками. Ну, обычно мальчики с мальчиками. Вот. А рядом ходят эти правоверные евреи. И вот эти вот две, два сообщества, которые очень бросаются в глаза, они тут очень мирно сосуществуют так по-цельфийски. Так, ну, кадр пока неинтересный. Я сниму дальше. Значит, идем вперед по улице. Так, следующий перекресток. Вот я говорю, начала фразу, меня там... Вот. Начала фразу, меня сбил привет. Сволочная особенность Париса заключается в том, что, видите, когда солнце яркое, оно остается наверху. А ты выходишь в Париж погулять по солнышку, а в результате ты в глухой тени находишься. И есть очень малый мест, что называется, места надо знать, где можно действительно по солнышку прогуляться. И, собственно, я и хотела это сегодня сделать, но меня сбила 30-процентная скидка в косметологическом магазине. Я себе решила сегодня подарить... Ну, что делает женщина в день рождения? Что, она радуется, что ли? Она покупает антивозрастной КРМ. Нормально. Правда, он потом опять ляжет в холодильник. Ну, вот и хотелось. Приходилось откровенно антивозрастной, откровенно ночной, откровенно дорогой, но со скидкой. Так, идем дальше. То есть вы поняли, да? Повернулись попой к центру Помпиду и вглубь улиц пошли. И вот будет вам действительно атмосфера Парижа. А то все вам то негров слишком много, понимаете, то архитектура не такая. А тут вот все, что нужно. Прямо такой вот романтичный, старинный Париж, это еще такой пока еще все на работе, еще пока тут никто не обнимается к вечеру. Вот, смотрите, какая прелесть. Солнце наверху, мы в Титне все нормально, Париж. Но 27 октября и тепло где-то под 20 градусов. Смотрите, какая красота. Как после этого можно говорить, мне Париж не нравится, мне Европа не нравится. Позвольте вам не поверить. Просто надо знать, куда ходить. Тут какой-то театрик знаменитый. Всегда тут стоит очередь. Так, но я прерываюсь, буду снимать дальше. Так, секонд-хенд какой-то такой. Ну вот, началось. Начались эти все. Вот прям мы вошли вглубь этого прелестного квартала. Причем тут в любое время дня и ночи. Очень здорово. Очень романтично. Просто прелесть. Вот тут ну, это мой любимый квартал в Парижске, чтобы вам было показать. И я очень сочувствую туристам, которых тащат на Эфилину башню зачем-то еще куда-то. А вот мимо этой прелести они проходят. Так, значит, мы сворачиваем чуточку налево и опять первый поворот направо. И мы попадем в еврейский квартал. Улица Роз. Сейчас покажу. А то я в честь дня рождения купила себе на неделю зарезервировала Рим. Улетаю послезавтра в Рим. И вдруг я подумала, ну что ж такое? Буду снимать своим зрителям значит, Лиссабон, там потом Рим, потом Москву. А я же тоже вроде не в этом живую, не в Жмелинке. Ну вот, короче, вот эта улочка называется Рузье. Самая вкусная улица Парижа. Видите, это старинный-старинный квартал. Там где-то вперед-направо синагога. И здесь стоит очередь за... А, пока что блинами. Ну нет, блины это неинтересно. Сейчас я вам покажу, что здесь интересного. Запахи просто... Сами понимаете, что сюда бесполезно ходить в субботу, да, потому что еврейский квартал, шаббат, все закрыто. А сегодня понедельник. Вот. Вот такие здесь очень вкусные пироги. Вот нигде в Париже таких нет, потому что это не традиция, это другая традиция. Это корица обычно, там изюм. 4 тысячи калорий, я думаю, на на одно пирожное. Вот. Но я все-таки начну не со сладкого, а с фалафеля. Фалафель, знаете, да, тоже что такое? Прикольно. Вот. Еврейский ресторанчик. Очень симпатичный, довольно известный. здесь религиозная литература. Все сейчас. Так что, друзья мои из Израиля, вам тут этот квартал обязателен для посещения. Вот. Что-то а-ля Шагал тут размалевано на витрине. И вот еще один. Саша Франкельштайн. И тоже. Вот тут мы покупали в прошлый раз. Причем нас так обхамили, они закрывались через там полчаса, например, отказывались нас обслуживать. Я не помню, с кем я была. Вот это ресторанчик хороший. Вот я думаю, может мне в ресторанчик сесть? Но я не хочу сидеть, я хочу сегодня гулять. Да, так вот, я перед Римом я подумала, можно подумать, что я из Бобруйска, вот, потому что я экономлю на завтраках, чтобы раз в год съездить в телевизованную страну. Ну, вообще, стыд позор живет в Париже, не гуляет, не снимает, сидит, как свеч, а потом, значит, отрывается в какой-нибудь Лиссабоне, Риме, там, в Москве. Ребят, тут очень здорово в этом квартале, и вот тут вот хороший фалафель, тут всегда очередь, вот это очень хорошее место. Это прикол по-резке, смотрите, фалафель и очередь огромная, да, а напротив фалафель и никого. фалафель, вот, ну, я пойду внутрь, наверное, что раньше тут были столики, я пойду там поем. Вот, я когда голодная, меня надо кормить прям сразу, поэтому фалафель, вот адрес, очень так, тепло, симпатично, ну, как всегда, все много евреев, там тепло, тепло, симпатично. Если кто не знает, что такое фалафель, вот так вот выглядит тарелочка фалафеля в этом демократичном ресторанчике. Вот, к этому лепешечка и мой любимый напиток, который, оказывается, здесь подают, а я не знала, что тут подают, это морковный сок. Я обычно им отбиваюсь в Москве. Вот, так что приятного аппетита. Ну вот, короче говоря, называется перекусила, я еле встала вообще, потому что я совсем забыла, у меня сейчас дробное питание, я отвыкла от нормальных порций. А фалафель, он хорош тем, что там салат из двух видов капусты, с белой и с синей. И это очень плотно, ложится в желудок кирпичом. Вот, там даже ну тут всякие кошерные колбасы, кошерное мясо, да, ну очень обожаю я этот квартал, во всех смыслах что-то выбросили, нет, не выбросили, это что-то дает. Так, окошечко, еще один салахель, но уже не такой смешно было, я выхожу, меня кликает на настойки молодой человек и начинает требовать комплиментов, чтобы я вслух сказала, что это было здорово. Я говорю, дитя мое, я сюда хожу дольше, чем вы на свете живете, он мне нахально так, ну и все так же вкусно, я говорю, да, все так же вкусно. Вот, короче говоря, вот это тоже хорошее место, я забыла о нем, я решила, что там убрали столики, а на самом деле просто оно чуть дальше, тут очень хорошо, спокойно, не так много народу, ну вот, кошерная пицца, в общем, я говорю, что израильским нашим товарищам сюда очень маленькая улочка, она закончится, вот тут вот ресторан Гольденберг, Гольденберг это хозяин большинства недвижимости здесь, раньше там был ресторан, а сейчас там, по-моему, какое-то барахло продают, вот здесь очень хорошая, скромненькая такая, мало чем посещаемая кондитерская, и вот тут вот эти традиционные, ну, это из, как это сказать, Белоруссия, Витебский, вот, там такие вещи готовят, у этого Гольденберга, когда он еще был рестораном, у него висела огромная афиша, мы всегда страшно смеялись, там было написано щи, борщ, пирожки, икра и другая еврейская кухня, мы всегда укатывались от хохота, каждый раз заново читаем, ну, вот сейчас этот ресторан закрылся, и там какая-то одежда, уже неинтересно, ну, вот, ну, хорошо, что-то заставили, тут ничего не видно, народу уже меньше, и дальше, что тут интересно в этом квартале, очень много бутиков, а, вот этот очень красиво, сейчас, я не помню, что это, это какой-то садик, это садик, сейчас, вот, заходите, а тут дворец, сейчас, посмотрим, вот такой дворец потрясающий, и тут вот скамеечка, но я не буду садиться, потому что я только что сидела, там какой-то бутик, ну, вот это вот очень Париж, единственное, что я говорю, что солнышко, оно только на крышах, к сожалению, вот такой райский уголок, тут какая-то была балюстрада, полуразрушенная, и выходим обратно на Кликузье, почему-то очень тихо сегодня, ну, понедельник, наверное, мало народу, вот, и здесь бутики совершенно разумительные, маленькие такие, я тут очень люблю одеваться коз, вот, если вы ищете коз в Париже, он вот здесь спрятан, но это мои грузьи, и очень большой, я перестала там покупать, потому что сносу нету, все, что я у них купила, оно так и занимает шкафы, и у них сплошная синтетика, я сейчас перешла на хлопок, о, у них 50% скидка, о, сегодня заканчивается, не последний день, так пошли смотреть, почему-то очень тихо сегодня, ну, понедельник, наверное, мало народу, вот, и здесь бутики совершенно изумительные, маленькие такие, я тут очень люблю одеваться, коз, кстати, вот, если вы ищете коз в Париже, он вот здесь спрятан, но это мои грузи, и очень большой, я перестала там покупать, потому что сносу нету, все, что я у них купила, оно так и занимает шкафы, и у них сплошная синтетика, я сейчас перешла на хлопок, о, у них 50% скидка, о, сегодня заканчивается, сегодня последний день, так пошли смотреть, совсем другой Париж, совсем другой стиль, 18 век тоже эпоха, и все еще пока старинный квартал, до Добавил субтитры DimaTorzok